Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Донецкий аэропорт и поселок Широкино на юге области остаются горячими точками региона. Под огнем также Авдеевка, Опытная и Горловка. Мины приземлились и в жилых районах. Детальнее о ситуации в области. Светлана Павлякова. В районе Донецкого аэропорта не прекращаются бои. Под минометным огнем окраины Песок и Авдеевки. Разрушенная летняя кухня – результат недавнего обстрела Авдеевки. К счастью, семья была в доме и никто не пострадал. Эта улица часто оказывается под обстрелом, как и соседние поселки Пески и Спартак. Это поселок. Был очень хороший, очень богатый поселок. Пески и Спартак. Два самых шикарных поселка. В минувшие сутки мины приземлялись вблизи поселков Опытное и Ленинское. О перестрелках сообщают у жителей Новгородского, Горловки и Майорска. На юге области горячей точкой остается Широкино. На этих кадрах видно, во что превратилась курортная зона. Частные отели разбиты и разграблены. Побережье усыпано обломками. И мы стоим, вот уже пятый час. Ноги отекли, все болит. Очереди протяженностью в несколько километров практически каждый день выстраиваются у блокпоста возле села Георгиевка. В очереди стоят как легковые автомобили, так и рейсовые автобусы. Люди с пропусками и те, кто только едут их оформлять. Меньше часа в очереди не стоим. Очень тяжело. Что-то нужно менять. Не знаю, что, но менять что-то нужно. У нас дом в Кураховке. Здесь недалеко. Ездим часто, каждую неделю, то и два раза в неделю. Иногда пассажирам приходится томиться в очереди по восемь часов. На блокпостах нет никаких условий для столь длительного ожидания. Ни магазинов, ни туалетов. А кому-то еще предстоит обратная дорога. Светлана Павликова, телеканал «Донбасс». На Луганщине сегодня неспокойно. Вдоль линии разграничения усилились боевые действия. Всю ночь стреляли в поселке Троицкое Попаснянского района. А в счастье, боевые действия возобновлялись несколько раз. Стреляли из автоматов и пулеметов. По данным Луганской военно-гражданской администрации, огонь велся со стороны поселка Веселая гора. Также перестрелки зафиксированы на трассе Бахмутка и возле станицы Луганской. Никто из мирных жителей не пострадал. Во время интенсивных боевых действий села вдоль линии разграничения опустили. В дни перемирия люди понемногу возвращаются домой. Среди них пенсионеры, которые так и не смогли привыкнуть к жизни на новом месте. Репортаж Анастасии Пугач. Дыры в стенах домов. На дверях надпись «Тут живут люди». Поселок Донецкий находится возле трассы Бахмутка. Самые горячие точки Луганщины. Но сейчас в селе тихо. Местные жители говорят, почти не стреляют. Решат вопросы. Я думаю, так все нормально. Дай Бог, чтобы война закончилась. Я плыву в мир. Слава Богу. Верим в то, что будет все хорошо. Самое главное – мир. Правильно? Нина Викторовна вернулась в родной поселок всего неделю назад. До этого почти три месяца жила в Харькове, а затем в Стаханове. Женщина собирается высаживать рассаду в надежде на то, что покидать дом больше не придется. Любому человеку ясно. Хочется домой, конечно. Если кто-то прожил всю жизнь, конечно, домой хочется. В Чернухино волонтеры привезли бесплатный хлеб. Большинство оставшихся в поселке – пожилые люди, которые не хотят оставлять свои дома. А с тех пор, как официальный Киев потерял контроль над селом, тут не платят пенсии. Стекол нету. Честь травм. Нема ни в одном, ни в одном окне, этих стекол. Так я все лохмотил, все тряпки. Две ночи думал, что околею от мороза. Холодно так было. Но такой разрушки не было. Поселок Чернухино был практически полностью разрушен во время боев за Дебальцево. Мы были в подвале, а дедушка не может ходить, сидел в хате. И как это ударило, вот, у стенку. И снесло крышу всю. Всю крышу, вот куча. Сюда мы часть вынесли, и часть еще лежит вот на той стороне. Ну, только положились, оно как пахнет. А я говорю, о, люстру разбили. Глянули, окон нету, повлетали. Эти, евроокна это все. Вот, я бегом тогда в подвал. Соседи пришли нас искать. Думаю, где же мы, мы живые, че нет. Пришли в подвал до нас. И мы еще вышли сюда, вот тут постояли. Нинаи Владимировна считает, что ей еще повезло. Дом можно восстановить. Под этими окнами лежала мина у нас противопехотная. А вот туда, где между домом попало два града. Вон еще осколок от него лежит. Люди говорят, денег на ремонт нет. Гуманитарной помощи в виде продуктов им недостаточно. Нужны стройматериалы, чтобы восстановить свои дома. Для нас гуманитарная помощь, чтобы нам шифер, цемент. А сейчас работы нету, и восстановить нам нечем. Сделала вот крышу, это все из подручных материалов. По словам женщины, в ее доме до сих пор нет электричества. Поврежденный трансформатор еще не отремонтировали. Анастасия Пугач, телеканал Донбасс. Почти 2000 тонн гуманитарной помощи отправят на этой неделе мирным жителям Донбасса штаб Рината Ахметова. Сегодня в Донецк выехала вторая автоколонна 18-го рейса с самыми необходимыми продуктами. Об объемах помощи и тех, кто ее ждет. Далее в материале. Утром колонна грузовиков 18-го гуманитарного рейса Рината Ахметова готова к отправке на Донбасс. 39 фур везут в Донецк около 800 тонн продовольствия. В апреле штаб Ахметова вдвое увеличил интенсивность доставки гуманитарного груза. В течение месяца на Донбасс привезут полмиллиона наборов для выживания. Эта неделя в штабе достаточно интенсивна. Нам за 4 дня нужно отправить 3 колонны. Сегодня в колонне едет практически полный набор продуктов, которые входят в пакет. Это крупы, это мясные рыбные консервы, это мука, сахар, сгущенка, подсолнечное масло. Эта колонна везет продукты, из которых волонтеры логистического центра на Донбасс-арене сформируют 70 тысяч продуктовых наборов. В Донецкой области на неподконтрольной Украине территории работают 29 пунктов раздачи помощи Рината Ахметова. Два из них в Киевском районе Донецка. Многие жители, которые приходят сюда за помощью, потеряли близких и остались без крова. Мы с июля месяца ничего не получали с дедом. Сына похоронили. Пошел за хлебом и убила. Вот так. Теперь одни остались. В Киевском районе Донецка обстрелы почти каждый день. Стреляют каждый день в Киевском районе, под аэропортом. Мы весь год, считай, живем в подвале, в дом, в подвал, в дом. Валерий Константинович полжизни проработал в забое. Сейчас шахтер остался без пенсии. Не смог выехать и переоформить. Выживают с женой благодаря гуманитарной помощи. Если бы они не знали, что делать. Представляете, 8 месяцев не получать пенсии. Выехать невозможно никуда. И сейчас, то еще раньше как-то можно было что-то сделать, там, выехать куда-то. А сейчас все, пропускаю. Помощь получают инвалиды, сироты, пенсионеры, те, кто сейчас нуждается больше всего. Очень мне нравится. Все продукты хорошие. Помогают. Очень здорово помогают. Я живу у сыновей всего, вместе. И сотрудникам, например, вот некоторые не получают. Поэтому мы делимся. Завтра на Донбасс отправится еще одна колонна гуманитарного рейса. На этот раз в Мариуполь. В течение этой недели 100 грузовиков доставят почти 2000 тонн продуктов мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения. Данила Киреев, Юлия Меншакирова, телеканал Донбасс. Масштабный протест шахтеров в Киеве. Вчера на съезде Горняки приняли постановление, в котором потребовали от президента отставки министра угольной промышленности Владимира Демчишина. А сегодня утром сотни митингующих шахтеров прорвали кордон охраны возле здания администрации президента и устроили там пикет. Потом двинулись на Верховную Раду и кабинет министров. Все подробности в следующем сюжете. Более тысячи шахтеров со всей Украины пришли утром в зданию администрации президента. Их встретили кордоны милиции и нацгвардии. Несколько из них протестующие прорвали. Очень хотели встретиться с Петром Порошенко и потребовать от него освободить министра угольной промышленности Владимира Демчишина от занимаемой должности. А также выплатить им всю задолженность по заработной плате. Хочу сказать, что Волынь первая встала на протестные акции еще в прошлом году. А встали из-за того, что идет снищение в угольной галузе и закрывают шахтеры. С представителями шахтеров встретился замглавы администрации президента Виталий Ковальчук. И отправил их, как сказали переговорщики, к премьер-министру. По дороге к Арсине Циняку протестующие остановились у стен Верховной Рады. Помитинговав там, пошли к обмину. Их встретил усиленный кордон милиции. Но добиться встречи с премьером горняки намерены были во что бы то ни стало. Мы должны встречаться только с премьером-министром. Мы пойдем в невеликую делегацию и поставим конкретные вопросы, которые необходимо сейчас вырешивать. Если нет, то шахтеры готовы фарализовать Киев. Они будут прикрывать все главные транспортные шляки. А в это время Арсений Яценюк проводил заседание правительства. На нем по приглашению премьера присутствовал губернатор Донецкой области Александр Кихтенко с отчетом о социально-экономическом состоянии региона. Он и поведал журналистам перед началом совещания, что государство задолжало горнякам 600 миллионов гривен и что частично долг уже погашается. Уряд выделил 400 миллионов на погашение заборгованности и заборгованность поступово сегодня погашивается. Эта работа проводится. И эту работу обовязково должны мы проводить. И при этом мы должны четко понимать, что без державных дотаций на сегодняшний день шахты не выживают. Мы должны понимать, что эти дотации мы должны работать. Около трех часов дня правительство начало переговоры с шахтерами. Делегацию из восьми человек впустили внутрь Кабмина. Переговоры длились долго. Результат пока неизвестен. Но замглавы администрации президента уже после общения с шахтерами на брифинге рассказал, как все же власть видит реформирование угольной отрасли. Мы уверены, что в ближайшее время уряд рассматривает вопрос о реализации программы угольной промышленности. И Верховная Рада должна быть принята в соответствии с решением. Потому что основная концепция, которая на сегодня рассматривается, что реформирование угольной промышленности, это как раз обеспечение коштей, не только на погашение заборгованности заработной платы, а как раз на обеспечение стали работы перспективных шахт. Потому что, понимаете, что все равно будет рассматриваться вопрос и про консервацию или закрытие сбыточных шахт. Пока шахтеры искали справедливости, энергетики проводили заседание своего профсоюзного комитета. Повод тот же – кризис энергетической отрасли. Энергетика беспокоит ситуацию с расчетами с генерирующими предприятиями, тарифообразования и обеспечения теплоэлектростанций отечественным углем. Глава Минэнерго Владимир Демчишин и глава Нацкомиссии по регулированию энергетики коммунальных услуг Дмитрий Вовк приглашение на ковер проигнорировали. Энергетики решили обратиться с открытым письмом к президенту. В требовании – обратить внимание на проблемы, которые не решает профильное министерство. Илона Свердун, Игорь Гончарук, Виктория Потапова, Виталий Литвин, телеканал «Донбасс». В Краматорске снесли еще один памятник Ленину. Небольшой бронзовый Ильич, согласно местной легенде, пережил Вторую мировую войну, а в день 145-летия статуя вождя сменила прописку. Куда переехал Ильич и как отреагировали на Ленинопад, общественность города и местная власть, расскажет Алексей Куделя. Второй памятник Ленину в старом городе снесли ночью. Без лишнего шума в день 145-й годовщины рождения вождя мирового пролетариата его статуя переехала с небольшой площади во двор одного из коммунальных предприятий. Там бронзовый Ильич составил компанию, ранее снесенному 12-тонному монументу. Приветствовать такой метод борьбы с советским прошлым горожане не спешат. Я не считаю это неправильно. Это ерунда такая, что не дай бог. Но они с памятниками воюют. Зачем это надо? Оно не надо. Это смысла нет никакого. Я считаю, люди, которые так относятся к своей истории, это уже просто не люди. Сегодня у постамента Ленину лишь две гвоздики. Тем временем в милиции уголовное производство открывать не спешат. Ограничились лишь началом проверки. Местная власть также не торопится разбираться. Секретарь горсовета, с которой мы смогли пообщаться только на ходу, вообще не в курсе происходящего в городе. Сейчас буду разбираться. Сказали, вроде бы уже снесли. Сейчас будем разбираться. Пока я еще не была. Выйду туда на место, посмотрю и будем разбираться, что там как-то. Депутат горсовета Владимир Ржавский трижды обращался к коллегам с предложением демонтировать бронзовых вождей. То, что Ленину убрали, это же, опять же, это уже общественность к этому подтолкнули. Уже неоднократно выносился этот проект решения. Депутаты не голосуют. И общественность сама решила решить этот вопрос. На сегодняшней сессии планировали рассмотреть вопрос демонтажа пустующего постамента на центральной площади. Но депутатской воли не хватило даже на это. 11 из 20 присутствующих на сессии избранников воздержались от голосования, заблокировав таким образом принятие решения. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Минимум лабораторий, минимум исследований. В таких условиях приходится работать Донецкому областному лабораторному центру в Краматорске. Основные мощности остались в неподконтрольном Украине-Донецке. Что все же удалось вывести и какие исследования могут проводить биологи и химики в Краматорске, узнали наш корреспондент. Конкурировать с Донецким лабораторным центром в Краматорске даже не пытаются. Того, что здесь есть, хватает на несколько исследований. Специалисты могут проверить детские игрушки, состав воздуха, есть ли химикаты в грунте, радиоактивны ли стройматериалы. Закручивается. Помещается прибор. Закрывается защита. В данном случае проба помещена на датчик. Прибор готов к работе. Через несколько минут на мониторе появляется результат. Вещество безопасно. Здесь же проверяют воду. Из 10 литров после выпаривания остается несколько граммов песка. Их и следуют на наличие радиоактивных металлов. По радиологическим показателям у нас все спокойно, все в порядке. Та вода, которая у нас идет, она же идет после определенных степеней очистки, определенных процедур по очистке. На данное время у нас не было показателей с превышением по цезию стромцев. Весной воду исследуют чаще. Проверяют, сколько в ней содержится ядов и химикатов. Весной все время в связи с паводками у нас начинает проводиться в два раза. То есть в начале месяца полный анализ воды и в конце месяца. Плюс еще у нас ядохимикаты исследуем и на пестициде. И как находите? Ну, пока все в норме. Возможности лабораторий в Краматорске не сравнить с теми, что остались в Донецке. После перевода областному лабораторному центру ничего не удалось оттуда вывести. Даже лицензии на проведение исследований. Произошла только перерегистрация. Основная масса лабораторий осталась в Донецке. Значит, у нас отсутствует лаборатория особо опасных инфекций. Вирусологическая лаборатория, токсикологическая лаборатория и также ПЦР-лаборатория. Все это в Краматорске придется создавать заново. С лабораторным центром в Донецке сотрудничать возможности нет. Алексей Куделия, Игорь Монавтырев, телеканал «Донбасс». Одежда, лекарства и стройматериалы. В Красноармейске местные жители и волонтеры ООН собрали помощь для переселенцев. Раздают гуманитарку активисты, которые также из-за боевых действий были вынуждены сменить место жительства. О том, что пользуется наибольшим спросом, расскажет Анастасия Певная. В небольшом помещении на окраине Красноармейска волонтеры-переселенцы раздают помощь вынужденным мигрантам. Собрали гуманитарку местные жители. Медикаменты, подгузники и порошок уходят за считанные часы, говорят волонтеры. С наступлением теплой погоды вырос спрос и на весеннюю одежду. Приносят очень много вещей. Вот, например, тут есть и кофты, и мужские штаны, и женские штаны, и все, все. И верхняя одежда, и пиджаки, и плюс вот здесь есть детские вещи. Переселенец Юрий примеряет джинсы. Говорит, все вещи остались в разбитой снарядном квартире. На покупку одежды у парня нет денег, поэтому пришлось воспользоваться помощью волонтеров. Спасаясь от обстрелов в Авдеевке, успел прихватить лишь документы. Успел взять там пакетик вещей и все. И больше ничего как бы не успел. Снаряд разрушил получается, ни окон, ни дверей полностью. Ну, мебель вся разбита, и как бы жить негде. А вот выбрали конструктор такой, картонный, мягонькую игрушечку. Макеевчанка Кристина показывает игрушки, которые подобрала для своих детей. Говорит, двоих дочерей воспитывает одна. Все деньги уходят на аренду жилья. Живут лишь за счет гуманитарной помощи. Вернуться домой в Макеевку мать-одиночка не может. Их дом разрушен. Я с двумя детками одна. Мне тяжело очень. Соседи сказали, вроде как разрушено наше жилье. Выехать не можем абсолютно никак, потому что без пропуска не пропускают. Специальную помощь для красноармейских переселенцев передали из Организации Объединенных Наций. Эти кровельные материалы сегодня раздают тем, кто планирует восстанавливать жилье. Это материал называется торполин. В принципе, кровельный материал, непромокаемый. Получили от Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. Планируем раздать переселенцам, которые проживают сегодня на территории Красноармейского района. Кличи помощи для красноармейских переселенцев дали волонтеры в соцсетях. Отзывы тут же стали приходить со всей Украины. Теперь местные мигранты планируют создать общественную организацию для защиты прав таких же, как они. Инициативную группу мы уже создали и хотим зарегистрироваться. Но на сегодняшний момент нам нужно помещение, которое находится ближе к центру Красноармейска. По данным Управления труда и соцзащиты Красноармейска, с начала боевых действий в городе зарегистрировано свыше 10 тысяч переселенцев. Анастасия Певная, телеканал Донбасс. На этом прощаюсь. Берегите себя и близких. И до встречи на телеканале Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова